Книга «Открытым оком», том 7, тема литературы, вопрос 1850. «Особо чьи-то слова святых мужей выделяйте ли для эпиграфа, как бы маяк, чтобы показать отклонения от проповедования Евангелия, а также и для обличения их измышлений», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Великой радости и такое встречается в житиях. «Когда рассуждают по Слову Божию?» 2 Петра 1,19 «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это негасимые слова проповеди и посланий святого Иринея Леонского. Ириней Леонский, память 23 августа. Святой Ириней был рукоположен святым поликарпом, сам пресвитером, и был послан им в Галию для проповедования здесь Слова Божия. Епископом в Леоне в то время был святой Пафин, запечатлевший впоследствии свою проповедь мученичеством за имя Христова. На еретиков же он грозно вооружился своим словом и писаниями. Архипастерская деятельность святого Иринея не ограничивалась Леоном, всех граждан которого Ириней обратил в христианство, но простиралась и на всю Галию. Святой Ириней поддерживал самые живые сношения с церковью римской, а также и с церквами малоазийскими, что свидетельствует его посланиями к римским пресвитерам, Ларину и Власту, а также посланиями к римскому и малоазийским епископам. Главным основанием, на котором зиждется все христианское вероучение, столпом и утверждением церкви, по выражению святого Иринея, служат четыре новозаветных Евангелия, написанные учениками и самовидцами Господа. Эти Евангелия рассуждают Ириней. Суть следующая. Евангелие Матфея, написанное на еврейском языке, Евангелие Марка, ученика апостола Петра, Евангелие Луки, спутника святого апостола Павла, Евангелие возлюбленного ученика Господня Иоанна, написанное им во время пребывания его в Малой Азии, в Эфесе. Таким образом, подлинно апостольских Евангелий, достоверных и непогрешимых существует в церкви только четыре. И невозможно, рассуждая святой Ириней, чтобы Евангелий было больше или меньше, чем сколько их существует в церкви. Они дошли до такой дерзости, что свое недавнее сочинение отзаглавливают Евангелием истины, хотя оно ни в чем не согласно с Евангелиями апостолов. Ибо если предлагаемое имя Евангелие истина, а между тем вовсе не сходно с теми, которые нам преданы апостолами, то желающие могут узнать, как самое Писание показывает, что оно не есть преданное апостолами Евангелия истины. Священное Писание, как Ветхого, так и Нового Завета, несомненно, имеет божественное происхождение, ибо оно написано под особым духовным озарением Духа Божия на писателя священных книг. Сей Святой Дух действовал как через пророков, так и через апостолов. Священное Писание есть первый и самый главный источник веры и религиозного знания, истинный и непогрешимый, и для всех обязательный. Правильное и безошибочное разумение Писания возможно только при руководстве Святой Вселенской Церкви, и в ней только одной можно найти истину. Так, поучая и наставляя всех святой Ириней, спас многих от языческого идола поклонения и от еретического заблуждения. Многих христиан наставил он на путь спасения, а иных укрепил к мученическому подвигу. Совершенство в этом суть прогресса, улучшать очищенное вновь, как вспухает из Египта тесто, что не чья-то, а ягнячья кровь. Качество продукции пшеницы из-за звания высоту отметки. Торопях не стоило жениться, нелегко при жизни быть отпетым. Доступ к воспитанию души более всего родителям приличен, им лечить овец, растения от парши. Сколько было взято здесь с поличной? На учителя безмерная вина, на священниках обязанность лежит. Мира нет, опять с утра война, Правда в услужении у лжи. Все правители, вояки, депутаты, болтуны, хапуги, крохоборы, их ведь всех учили же когда-то. Почему несет их мутным ссором? Сколько прохожан заносит в храм? Смерть, рождение и просто без причины. Пловно липку попых ободрал и оставил погибать в пучине? Воскресить из мертвых, оживить, оприходовать, что можно из старья. Если ценится у Бога воробье, то не тем ли более и ты, и я чаще исповедовать к причастию? Только этим занят духовник. А смоковнице бесплодную качаться, поп трудиться вовсе не привык. Совершенства нет, но на Христа взирая в благочестие, в святость облекись. Праведность святых, одежда рая, во Христе путь истины и жизни. 24 сентября 2003 год. Игнатий Лапин.